Что происходит в кишечнике? В каких случаях надо чистить кишечник? Какие продукты помогут очистить кишечник? Смотрите видео до конца и получите ответы на свои вопросы. Ежедневно в организм поступают в большом количестве не только питательные и полезные вещества, но и различные токсины и шлаки. Кроме того, они образуются в результате различных обменных процессов. Что происходит в кишечнике? Кишечник имеет большую протяженность. Длина его составляет примерно 8-9 метров. На всем протяжении происходит расщепление и всасывание белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов, воды и микроэлементов. В процессе этого образуются токсины, которые организм должен удалить, чтобы не было отравляющего воздействия на клетки. Основным механизмом выделения является тот же кишечник. Именно здесь формируются субстанции, в которую адсорбируются продукты отхода жизнедеятельности. Выделение ее должно происходить регулярно. Однако возможно затруднение транспортировки по кишечнику, возникновение застоя, оседание на стенках кишки вредных веществ. Вот тогда необходимо проводить очищение кишечника. Что же это за симптомы, которые просигнализируют о необходимости проведения очищения кишечника? В каких случаях надо чистить кишечник? При зашлакованности кишечника появятся следующие симптомы. Неустойчивый стул, может быть чередование поносов и запоров. Развитие аллергических реакций, рецидивирующие отеки к винке и крапивнице. Повышенная склонность к инфекционным заболеваниям вследствие снижения иммунитета. Рецидивирующие высыпания на коже. Снижение аппетита, частое вздутие живота, повышенное газообразование. Сильно обложенный язык, появление неприятного запаха изо рта. Пастозность лица, появление темных кругов под глазами, потухший взгляд. Быстрая смена настроения, депрессивное состояние, сниженная работоспособность, затрудненное мышление. Данные симптомы могут быть проявлением интоксикации организма, обусловленной повышением содержания вредных веществ в кишечнике и обратному их всасыванию в кровь. Что же делать в такой ситуации? Надо очищать кишечник. Для этого можно использовать разные очищающие препараты, очистительные клизмы. Однако лучше всего для этих целей использовать пищевые продукты. Какие пищевые продукты помогут очистить кишечник? Для этих целей понадобится богатая клетчаткой овощи и фрукты. Клетчатка проходит через кишечник и притягивает к себе токсины и шлаки, а затем выводит их во внешнюю среду. Какие придут на помощь овощи и фрукты? Вареная свекла и сырой свекольный сок прекрасно очистят кишечник и простимулируют моторику кишечной стенки для ускорения выделения. Тыква обладает послабляющим действием, тыквенный сок смоет со стенок кишки засорения, тыквенные каши и супы стимулируют кишечник. Капуста белокочанная и цветная, кальраби или брюссельская. Любые виды капусты наведут порядок в кишечнике, улучшат состояние микрофлоры. Яблоки, особенно если их есть с кожурой, являются самым высоким по содержанию клетчатки фруктом. Киви незаменима для кишечника. Этот фрукт снимет процессы брожения, улучшит бактериальный состав, повысит процент усваиваемости полезных веществ, не позволит задержаться токсином. Грейпфрут проведет нейтрализацию имеющихся вредных и токсических, полученных в результате внутренних реакций продуктов. Лимон обладает прекрасными антибактериальными свойствами, уничтожит гнилостные микробы и растворит токсины. Что еще надо использовать? Из других видов продуктов прекрасно почистит кишечник, уберет из него остатки, задержавшиеся на стенках вредных веществ, крупы и злаки. Помогут проросшие зерна пшеницы и овса. Также положительно повлияют каши, приготовленные из гречки и коричневого риса. Значительно улучшит состояние слизистой кишки и нейтрализует токсины морская капуста. Ламинария просто супер средство для засоренного кишечника. Обязательно следует употреблять кисломолочные продукты, ведь они обладают свойством удерживать полезные микроорганизмы в кишечнике и выводить те, которые могут вызывать заболевания. А именно, достаточное количество нужных бактерий активно участвуют в поддержании хороших условий в кишечнике, формировании иммунитета и выводе токсинов. Содержание своего кишечника в порядке при помощи продуктов не обременительно и не заставляет тратить дополнительные средства и время на процедуры. Надо просто учитывать необходимость употребления в течение дня некоторых указанных выше продуктов. Порядок в кишечнике благоприятно скажется на внешнем виде, общем самочувствии, умственной и физической активности.